Ткань эластичная, видите, я ее могу вот как угодно. Тут надо давать на свободу аппликанье гораздо больше, потому что оно так разбежалось, и получилось то, что получилось. Всем привет! Дошила я два платья, аж два платья за апрель, рекорд! Господи, раньше шила буквально день два платья, а сейчас два платья за месяц, но это вообще... Значит, шила я из итальянского хлопок с шелком, вот эта шикарная ткань пейсли. Шила вообще крайне просто, выточки боковые на груди. Вставка шелковая по причине нехватки ткани, не хватало мне в длину, потому что бралась эта ткань на юбку, потом передумала, решила сделать платье. В общем-то, не пожалела. Обрабатывала, опять-таки, из-за отсутствия ткани основной, вот косуебейкой и шелка. Вот этого черного, такого же, как вот сделана вставочка. Процесс, наверное, показывать не буду, как я его шила. Вот так, может быть, небольшие фрагментики вставлю, там ничего интересного нету, потому что это долго, нудно. Так, подшип подол платья на машинкой, просто строчкой машинной, и на верлоке срез обработан. Все просто. Рукав обработан на верлоке и отстрочен на 0,5. Черное не видно, черное на черном не видно. Так, изнанка тоже, если видно будет, вот не знаю, насколько видно, на верлоке и отстрочена, вот эта вставочка. Боковые швы сделаны в разутюжку, на верлоке. Ткань очень мягкая, очень мягкая, нежная. Вот, ну и косая бейка. Все, все просто. Платье получилось очень приятным к телу, свободным в облегании. Ну, я сейчас на себя надену и покажу. Не знаю, насколько мне удастся наладить там резкость, потому что у меня проблемы, когда я там сама на себя навожу, я не вижу. Второе платье – это лен с эластаном. Шикарная ткань, сразу скажу. К телу настолько приятная, что вообще вот она такого, знаете, я бы сказала, морлевочного переплетения. Она не просвечивает, конечно, но очень нежная, очень тонкая такая. И эластанчик присутствует. В общем-то, в этом плане все замечательно. Я потом уже там дальше расскажу, когда на себя надену тоже, почему я его буду крайне редко надевать. Фасон простой, рельефы по спинке и по переду. Хомутик, тоже лодочка. Так, изнанка. Все срезы обработаны на верлоке. Боковой шов тоже вместе и тоже на верлоке. Тут совсем не обязательно в розутюшку делать, потому что ткань очень эластичная. Вот, ну и воротник. Я его проклеила дублерином трикотажным, обработала вот так вверх и вниз. Все подогнула, потому что двойной делать, это очень толсто для такого платья. И вот так вот обработала, загнула и еще отстрочила на лицо. Вот таким образом он держится. Ну и на мне. Хочу показать на мне. У меня получается так, что манекен немножечко больше, чем я. Поэтому на мне смотрится более свободно. Но мне вот эта вот свобода облегания, она была и нужна. То есть мне слишком заталенное, приталенное на лето, как бы не очень удобно, некомфортно. А в этом дышишь. Оно вот вокруг тебя, вроде и рядом где-то, но вот все-таки свободно. Я не могу сказать, что слишком широко оно, но надо сказать, что комфортно. Вот комфортно все. И вырез комфортный, и рукавчик комфортный, что рукав вот прям вот такой, какой мне надо. Не слишком открытое плечо. И, ну, в то же время рука дышит. Вот на такое время года, когда уже за 20 градусов, ну, вполне-вполне хорошо себе платьишко. И длина, я не знаю, видно, не видно, потому что я не могу выставить камеру. И ограничена здесь площадь. Это если только на улице снять, будет более понятна длина. Вот. Ну и спинка. Вот тоже мне очень нравится, что спинка такая же полупривегающая. Вот. Выдочек тут нет по спине. Просто вот за счет вот этой вот вставочки. Здесь такие более-менее линии получились плавные. И, как бы, платьишко, мне кажется, очень неплохо легло. И здесь вот откройные обеточки идут. Все. Абсолютно все свободно, спокойно. И ничего, как мне кажется, лишнего. Даже вот черная полоса, она как бы немножечко разбила и сгладила вот эту вот яркость. Эти спейсли. Он, с одной стороны, вроде как и пригушенный, но с другой стороны он крупный. Поэтому вот мне пришлось немножечко что-то вот сюда как бы добавить. Ну, и еще, конечно, сказалось то, что ткань в притык. Можно было по низу сделать, добавить, может быть, что-то. Ну, не знаю. Вот такая мне идея пришла. И я сделала именно так. Ну, я, в общем-то, не жалею, что я так решила. Платьишка все. Такое платьишко я себе соорудила. И очень даже довольна. И вот еще одно платье, которое я себе сделала. В общем, крой очень простой, рельефы. И все. И как по переду, так и сзади, по спинке идут рельефы. Вот. Ткань эластичная. Видите, я ее могу вот как угодно. Вот так. Но вот это сыграло со мной злую шутку. То есть я бы, наверное, конечно, теперь я такую ткань, вот, прорезиненный лед первый раз шью. Он комфортный, ничего не могу сказать. Очень комфортный. Но после того, как его шьешь, то есть тут надо давать на свободу облегания гораздо больше, потому что оно так раз и сжалось. И получилось то, что получилось. Вот. Ну, как бы, надо все время думать о прессе. Надо все время думать, как ты стоишь в этом платье. Поэтому я думать не люблю. Крайне редко буду его надевать на какие-то там случаи, может быть. Ну, гостей принять, что ли. Или куда-то, быстренько на машине смотаться в гости и приехать домой. Потому что ходить с тайком облегающим я не очень люблю. И мне некомфортно. Я не очень себя уютно в таких вещах чувствую. Вот. Поэтому ткань нравится. Сам фасон нравится. Все нравится. Не нравлюсь я в этом платье, потому что, как бы, ну, это не мое. Я люблю спортивный стиль, какой-нибудь стиль бога. Люблю вот эти вот шаровары, которые я позже покажу. Надо их отгладить. И с чем я их буду носить. А вот это платье, это, конечно, для меня, ну, крайне редко я могу такое себе позволить надеть. Но, тем не менее, сделала. Лежит. Очень нравится ткань. Ну, и самое главное, что какое-то более свободное, вот, сюда же не пойдет, потому что ткань очень эластичная. Если сделать более широкое его, то оно уже просто повиснет и в камне не будет видно. Значит, здесь то же самое. Практически одна выкройка, только тут рельефы я добавила. Там в том платье предыдущем не было. Лодочка только завышенная. И вот такая отлетная деталька, воротничок. Только задом наперед я ее сшила, вот сюда вот, вот так вот пришила по кругу. Вот такая отлетная деталька. Вот, у меня воротничок такой, ну, как бы, более возрастной, что ли. Хотя можно перетягивать на плечо, там, туда-сюда. Но это для более молодых, мне кажется, более комфортно. Хотя, может быть, кто-то и в моем возрасте такое может делать. Ну, вот так вот. Вот сшила такое платье. Повеселилась я, конечно. Ну, ладно. У меня и такое платье есть в гардеробе. Вот такие у меня обновки на весну за последнее время. Так что, женщины, шейте, получайте удовольствие, отрывайтесь от своих огородов, от своих забот. И радуйте себя какими-то новыми обновками. Чтобы появилось очень много шикарных тканей, натуральных, с добавками, с месовыми. Вот, как и это вот, лёд, допустим, с эластаном. Чудесная ткань. Или вот предыдущее платье это хобок с шёлком. Это фантастика. Вот. Такие ткани приятно шить и приятно носить. Очень хорошо обрабатываются, хорошо подутюк, хорошо вытюживаются, хорошо лежат. В общем-то, замечательно. Вот. Ну, всё. Всем пока-пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok